Привет, я Никита Власов и вы смотрите телевизионный проект Звукосниматель на телеканале ТНТ Онега, где послушать живую музыку в будние дни, мы вам расскажем в конце нашей программы. А прямо сейчас мы поделимся с вами новостью о том, что Петрозаводская группа Ascetics выпускает двойной подарочный компакт-диск и специально вернется 24 ноября из Москвы в Петрозаводск, чтобы презентовать свой очередной релиз Петрозаводской публике в клубе Das Capital. По такому случаю в закромах программы Звукосниматель обнаружились фрагменты однажды записанного интервью с музыкантами. Плюс мы раздобыли их свежее концертное видео. Триво называется Ascetics, вообще изначально мы назывались подвижники по-русски. Это слово возникло не на пустом месте, когда-то мы были в передаче у Дмитрия Деброва с группой Vataga. После того, как он представил вокалистов, он сказал «А вот и великие подвижники» и назвал нас троих. Оттуда появилось это слово «подвижники». А Ascetics, то есть это перевод на английский язык, один из вариантов. Ну такой, чтобы мало ли европейской публике какой-нибудь немногочисленный может быть, а может и многочисленный. Ну такой универсальный вариант на английском и на русском. То есть перевод подвижники, а так вообще Ascetics. Играем инструментальную музыку, основные инструменты – гитара, барабаны и электрический контрабас. Не трудно играть втроем? Мощное рок-трио, но играть инструментальную музыку. Играть втроем, с одной стороны, легче, меньше людей, проще договориться. Но у выразительных средств тоже меньше. Соответственно, приходится много экспериментировать, искать каких-то там звучаний, аранжировок и так далее. То есть есть и плюсы, и минусы втроем. На гастроли втроем ездить удобно. Играть втроем. Играть втроем. Играть втроем. Играет музыка 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 Играет музыка